Здравствуйте, в эфире телекомпании Город, программа 7 минут. Сегодня в гостях нашей студии Сергей Михалёв, руководитель полировочного центра RestoreFX. Здравствуйте, Сергей. Сергей, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашей работы, чем она важна. И насколько важно сегодня держать в тонусе, скажем так, кузов своего автомобиля? Ну, я бы хотел сначала остановиться на той проблеме, с которой встречаются автолюбители в процессе эксплуатации машины. Когда мы приобретаем в автосалоне новенькую сверкающую машину, это один внешний вид. Когда, к сожалению, проходит полгода, год, два года и более эксплуатации, то на лакокрасочное покрытие, на внешнюю его часть, влияет множество негативных факторов. Это и агрессивная среда, кислотные осадки, это и щелочи, которыми поливают автомобили на мойках. Это и соли, которые используются зимой, и реагенты, ультрафиолетовое излучение. И, к сожалению, под влиянием этих факторов постепенно лакокрасочное покрытие стареет. Это выражается в разрушении верхнего слоя лака, который постепенно мутнеет. И, к сожалению, автолюбители сталкиваются с тем, что автомобиль теряет постепенно свой лоск, цвет становится не таким ярким. Светлые автомобили постепенно становятся желтыми, грязновато-желтыми. Черные, глянцевые машины постепенно становятся сероватыми, то есть блеклыми. И, в принципе, этой проблеме есть распространенное достаточное решение. Это полировка, это всем известно. Абразивная полировка возвращает блеск автомобилю, но при этом существует одна очень серьезная негативная особенность. Для того, чтобы вернуть блеск автомобилю, нужно толщину лакокрасочного покрытия постепенно сделать чуть-чуть тоньше с помощью абразивных материалов и полировочных машинок. То есть мы убираем верхний слой лака, делаем лак более тонким. И таким образом вместе с царапинами верхний оксидированный слой лака снимается. Машина становится опять блестящей. Так можно делать ограниченное количество раз. Потому что при следующей полировке лак станет еще тоньше, при следующей еще тоньше. И потом существует опасность, что полировщик, особенно если он неопытный, может пробить вот этот слой защитный лака. И на машине останется пятно, которое исправляется только перекраской всего элемента. Мы долго искали, когда на этом рынке начали работать, долго искали технологию, которая позволяла бы восстанавливать внешний вид автомобиля без вот этой негативной, отрицательной абразивной полировки. И в конце концов нашли такую технологию. Технология называется RestoreFX. Что это такое? Я вкратце расскажу о том, чем отличается эта технология, как она пришла в Россию и чем она примечательна. Разработана в Канаде. Канадцы примерно около 10 лет назад загорелись тоже этой идеей придумать материал, который бы таким образом восстанавливал бы внешний вид автомобиля. Очень много, сразу скажу, что очень много ушло лет на то, чтобы создать формулу этого материала. В настоящий момент формула запатентована, формула секретна, то есть состав этой формулы не подлежит огласке. И уже более чем в 95 странах эта технология успешно применяется. В том числе в нашем городе, в Рязани, существует авторизованный центр, то есть мы обладаем лицензией на использование этой технологии, которая восстанавливает внешний вид автомобиля. В чем, собственно, разница между абразивной полировкой и между технологией RestoreFX? При абразивной полировке, как я уже сказал, снимается, стачивается определенный слой лака. При технологии RestoreFX заводской слой лака остается нетронутым. Сверху этого слоя лака наносится как раз вот этот материал, который по своим свойствам аналогичен автомобильному лаку. Канадцы добились такой уникальной формулы материала, которая при нанесении вручную специальным аппликатором растекается на поверхности кузова и создает полный эффект того, что автомобиль заново покрасили из краскопульта в покрасочной камере. Не остается рисок, не остается никаких неровностей, полностью повторяется заводская шагрень. При этом все дефекты, которые находятся на толще лака, которые лакокрасочное покрытие получило в процессе эксплуатации, они, по-русски говоря, заливаются. То есть их не видно. При этом на вертикальных поверхностях этот уникальный материал не дает подтеков. На горизонтальных поверхностях, как я сказал, уже тоже здорово растекается. То есть фактически мы получаем с вами автомобиль, покрытый как бы вторым слоем лака. И таким образом автомобиль приобретает вид, как будто он только что сошел с конвейером. В чем еще одно преимущество Restore FX? Не секрет, что современные автомобили, многие сейчас красятся современными, так называемыми водорастворимыми материалами. То есть краска достаточно слабая. Особенно японские марки. Очень тоненький слой лака, потому что экономически красить все машины так, как красится Bentley в 12 слоев, невыгодно. Идет борьба в ценовом сегменте. И многие автомобили красятся очень-очень тоненько. Лак чрезвычайно мягкий. И даже полутора-двух годовалые машины имеют при эксплуатации в жестких российских условиях плачевный вид. Так вот, Restore FX обладает еще одним неоспоримым преимуществом. После полного высыхания материала он становится более твердым, чем большинство лаков, которые используются сегодня на нашем рынке. Для сравнения, наверное, я бы поставил его в один ряд с мерседесовским керамолаком. Известно, что Мерседес достаточно твердо имеет лакокрасочное покрытие и очень сложно его поцарапать. Другие немецкие марки, это Audi и Volkswagen, но и Мерседес, наверное, обладают самыми твердыми лаками. Так вот, Restore примерно после высыхания обладает свойствами вот этих керамолаков. Фактически, то есть, вы можете сделать свою Toyota или Honda или Kia автомобиль, и у вас эмблемка будет Toyota, а покрашена будет машина, то есть, свойство будет машины, как у Мерседеса, вот этой наружной части. Вот, в принципе, наверное, все об этой технологии, об особенностях. Наверное, еще один момент хотел бы заострить. Restore FX имеет очень хорошую защиту от ультрафиолета. А цена вопроса, если не секрет? Restore не смывается никогда. Он не отшелушивается, не растрескается. То есть, этот материал, который остается на автомобиле на весь срок службы. На нем постепенно будут тоже образовываться мелкие риски и царапины, но пройдет не менее двух-трех лет, пока с машиной что-то захочется еще сделать в плане внешнего вида. То есть, это решение постоянно. Это равносильно тому, что маляры называют облить лаком. Есть такая услуга, когда автомобиль не перекрашивается, а просто сверху обливается лаком. По деньгам это в районе 50-60 тысяч. Так вот, внимание, Restore в этом плане примерно в 5 раз дешевле. То есть, в зависимости от класса автомобиля, стоимость обработки, полной обработки кузова Restore FX лежит от 8 тысяч до 14 тысяч рублей. При этом можно восстановить и не полностью кузов, а, допустим, одну деталь, если она получила повреждения ветками или какими-то механическими воздействиями. Стоимость восстановления одного элемента 2000 рублей. То есть, это все равно тоже дешевле гораздо, чем покраска. И еще раз заострю внимание на том, что это не временное, а постоянное. Мы даем как минимум 3 года гарантию на то, что материал будет оставаться на кузове и не смоется на мойках, и не отшелушится, не растрескается. Спасибо еще раз, что пришли к нам в гости. Сергей Михалев был у нас в гостях. А это была программа «Семь минут». Скоро с вами увидимся. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok